Здравствуйте! Сегодня начну распаковку с крупных вещей, а потом покажу мелочи, что я купила. Вот у меня были такие коробочки, видите 4 на 6, 24 отделения. Я в них храню стразовые цепочки, которые покупаю по метру. Я не покупаю большие рулоны, очень редко. И вот в распродаже были такие же коробки. Почему-то я ошиблась, решила, что у меня 28 таких ячеек и купила вот такую коробочку. Но она мне все равно пригодилась. Я тут держу вот эти мои все. Я уже разложила, видите, подвесочки хорошего качества. Вот такая коробочка. Очень удобно, мне кажется. Все видно сразу, какие подвески я хочу использовать. Тут вот у меня и сережки есть, и подвесочки. Это нержавейка. Очень удобная коробочка, все видно сразу. Можно не только в ней такие вещи держать. Что-то мелкое, там шапочки, например, хорошего качества, которые приходят всего по 20 штук. Тоже очень удобная коробка. И вот такую коробочку купила. Тоже была распродажа. У меня вообще пайетки лежат в круглых таких баночках, сложенные. Я их как-то вам показывала. Вот в таких баночках они у меня вот так боком лежат в подносах. Но в этот раз я решила попробовать вот такую. Она была очень дешевая. Я купила одну. Смотрите, тоже очень вместительная. Можно там купить и побольше. Это просто была в распродаже. Я ее купила. Здесь 15 ячеек. И тоже пайетки видно. Вот такие коробочки квадратные. Тоже вместительные. Хорошо открываются. Удобно. И можно в них держать не только пайетки. Опять же, можно в них держать и другие материалы. Мне кажется, очень удобная коробочка. Если будет еще распродажа, обязательно куплю. Они очень компактно так помещаются здесь, эти пайетки. И все их видно главное сразу. Вот так можно их поставить, эти коробки. И видно все цвета пайета, которые вам нужны для работы. Ну а теперь уже к мелочам. Нержавейку. Прикупила себе еще цепочку. 10 метров. Два на три тоже. Была все это в распродаже. Я покупала. Смотрите, какая цепочка. Меленькая. Но так как я сейчас люблю делать украшения с несколькими цепочками. Например, переходы. Там 3-4 цепочки вот так цеплять. То она мне как раз подходит для таких вещей. Вот такая. Цепочка. Ее здесь 10 метров и относительно бюджетно была. Опять же, в распродаже я ее купила. Следующая цепочка более интересная. Я у кого-то видела такую. Тоже в несколько раз ее складывали. И мне понравился эффект. Видите, вот эта цепочка. Полтора миллиметра у нее толщина. Но у нее вот такие элементики маленькие. Это все не ржавейка. и вот такие вот у нее тут как бы такие плоские всякие элементы. Что она тоже очень красиво может смотреться. В несколько раз сложенная. Вот такая вот цепочка. Красивая. Мне понравилось. Тоже. Ее здесь 5 метров. Купила. Давно не покупала. Вот такие проставочные ромашки. Но это не ржавейка. 50 штук. 4 миллиметра. Видите, какие малюсенькие совсем. И вот эту позицию я ждала. Два месяца. Мне, по-моему, за нее уже деньги вернули. 4 на 3 миллиметра. Такое светлое серебро. Эти бусинки, они как цветочки. Такие. Так выглядят цветочками. Сейчас поставим их. Переложу их вот из этой вот штучки. Очень долго они мне шли. Очень-очень долго. Так. 4 на 3. 50 штук. Сейчас вот мы их тут и покажем вам на проставочные такие бусинки в виде цветочков. Вот видите, тут цветочки такие, если видно у них. И так они вот садятся на украшения. Вот так получится. Чуть-чуть видно эти лепесточки. Не сильно их видно. Но вроде видно. Так. Это вот такие цветочки у меня. Еще купила. Мне очень понравились украшения с тоглами. И вот я взяла в разных местах причем. Потому что по-разному они стоили. Вот такие тоглы. Вот. В серебряном цвете. Он бамбук называется. У него главное, что у него вот такая палочка длинненькая. И очень хорошо будет держать украшения. Мне понравилось делать украшения с тоглами. Кто у нас увлекается тоглами? По-моему, Лада Красовская делает много украшений с тоглами именно. А вторые побольше диаметром. У тех был 13,5 диаметр. У этих 15,6 диаметр. Диаметр это тоглых золоти. Вот смотрите. У них, видите, вот это... Во-первых, сбоку у них здесь рисуночек есть. Более декоративные. И у них вот эта палочка вот такая вот с окончаниями тоже на них рисуночки есть. Тоже интересные. Золото. Тут 18 кей. По две штуки они продаются. По-моему, тоже в распородаже я купила. Такие. Еще одна цепочка. Теперь уже в бронзе. Скажите, у кого я видела? Не помню. У кого-то я видела и наложила себе этих цепочек всех размеров. Это размер 3,5 миллиметра шарик. Видите, вот когда вот несколько таких цепочек сделать, будет интересное такое украшение. Обязательно их делать, чтобы шарики стояли параллельно. Наоборот, я бы их вот так сдвинула и вот такие вот всякие штучки бы сделала. С ними тоже интересно получается. 5 метров вот этой цепочки. Бронзе за качество не ручаюсь. Вот тут у меня курьез вышел. Это такие проставочные диски. Вот смотрите, какие малюсенькие. Видите, они есть в серебре и есть в золоте. Называются они так. Один на два на два. Бусинки здесь 14 кей. Есть, по-моему, такие и 18 кей. Зачем я их купила? Для бусин кубиков. Они могут быть интересной добавкой. Сейчас, если я найду кубики у себя близко тут под рукой. Вот у меня есть кубики. И если вот так их вставить, например, вот такую бусинку малюсенькую. Если она на пен еще влезла. Так, и какой-нибудь кубик, то может быть интересно. То может быть интересное такое окончание. Сейчас тут надо немножко балаган убрать. Вот смотрите, вот видите, вот так вокруг кубика. Они малюсенькие, но хорошо смотрятся. Вот они там есть. Так что можно их применять в украшениях курды Леон даже. Тоже будет интересно смотреться. У меня маленькие кубики. Можно такие крупные кубики взять и сделать из них. Там, например, перед палочкой вот такие вот элементы вставлять. По-моему, будет неплохо смотреться. Но я, в принципе, когда их заказывала, не думала, что они такие совсем миниатюрные. А курьез в том, что пришла сначала посылка с золотистыми вот этими бусинками. А второй не было в этой объединенной посылке. Я написала претензию и написала, что вот они не пришли. Верните мне деньги. Вторая позиция не пришла. И, в общем, мне сказали, наверное, они еще в дороге. Я не поняла юмора. Но они действительно пришли в следующей посылке. И еще такого же типа бусинки. Вот эти больше оправдали мое ожидание, чем предыдущие. Потому что я именно такие ждала. Это тоже кубики, но очень интересной формы. Это гематит. Гематит. Мне жалко его открывать. Но придется, наверное, открыть. Сейчас мы откроем эту ниточку. Вот так. Видите, какие красивые кубики. Они такие кругленькие. Не кубики, а квадратики. Они такие кругленькие. Вот кругленькие и плоские. 4,4 на 2 миллиметра. Тоже очень интересные. Тоже можно и в курдельоне использовать, и можно в обычном украшении, в принципе, использовать их. Вот так вот они смотрятся. Видите? Такие хорошенькие. Вот эти мне очень понравились. Но я не нашла в других цветах. Только вот в таком цвете нашла. Жалко. Надо поискать еще. Если найду, обязательно куплю еще такие. Мне понравилась очень их форма. Она, как проставочная, может быть очень интересная. И их здесь вот, видите, много. 190 штук. Так что это выгодная покупка по сравнению с теми золотыми. Очень выгодная даже, я бы сказала. И мне понравилась их форма. Они такие кругленькие. Закругленные концы у них, края. Так. Потом вот такая интересная посылка. Бусинки кофе. Ну вот это кофе красивый. А там основные такие очень простые цвета. Я заказала такое. Почему заказала? У меня есть кабошонный кофе. Капучино. Я вам показывала, по-моему, сердечко из той серии. Ну, сердечко оно выбивалось из серии. Там основная масса кабошонов, таких более кофейных. И я хочу вот сделать украшение. А это бусинки. Потому что я один раз купила, а по ошибке оказались кабошоны. Такие же маленькие. А это вот бусинки. Там есть много цветов. Я еще сверю со своими кабошонами. Посмотрю. Это пластик. 50 штук здесь таких кофейных зернышек. Купила еще вот 2 мм. Смотрите. Я вам показывала из старого нового украшения. Что я сделала с рубкой, которую я купила в Натании. Украшение. А это просто рубка. Очень красивая. Довольно ровная. Написано, что это цвет кофе у нее. Вот такая. Именно вкладывать ее в украшение куда-то, как проставочные бусины. Даже не для вышивки. Хотя она и для вышивки очень хороша. Это простая рубочка. И накупила бусинок. Почему я их накупила? Это рондели обычные. Все ссылки внизу. Во-первых, мне цвет понравился для проставок. Вот такой цвет рондели очень всегда хорошо смотрится. Видите, он такой светлый-светлый. Довольно нейтральный. 4 миллиметра. 125 штук. Тут я купила ронделей. Таких красивых цветов. Правда, один мне дали не того цвета, что я заказывала. Я заказала бордовый. А мне вот такой вот тоже прислали оранжевый. Немножко с другим налетом, чем вот этот. Этот светло-оранжевый, а этот как бы темно-оранжевый. Здесь должен был быть бордовый. Очень красивый. Вот светлые бусины и зеленые. На фотографиях они темнее, правда, выглядят. Но тоже зеленый цвет интересный. Это одни. А вторые я купила, чтобы сделать украшения с переходом цвета. Вот такие. Открывать, наверное, вам не буду. Их просто покажу. Но вот здесь вот я рассчитывала сделать переход цвета. Вот такие серовато-коричневые, коричневые. И вот, например, такие светлые. А отсюда, с этой стороны, можно сделать вот такой набор. То есть вот пять цветов. Если видно их, не буду их открывать. Вот так видно. Видите? Бордовый такой оранжеватый и посветлее. А здесь, наоборот, серый, коричневатый и вот этот посветлее. То есть можно вот два таких набора сделать. Интересно мне, по-моему, кажется. Это рондели такие. Четыре с половиной миллиметра. Там написано почему-то четыре миллиметра. Тут написано четыре с половиной. Ну, может быть. И купила вот такие фаянсовые бусины. Мне они показались тоже интересными по форме. По цвету такие. Фарфор написано. Шесть и восемь миллиметров. Но у них очень сильный абиэффект. Я думала, поменьше. Они очень яркие. Но все равно можно их куда-то вставлять. Там жемчуг, например, по несколько штук. Куда-то подумать. Вот их вставить. И еще купила гематит темного цвета. Я люблю, уже говорила вам, проставлять такие шарики светлые в чокеры тонкие. Но вот я решила купить все-таки цвет орудиум. Тоже он был по какой-то скидке. Двух миллиметровые шарики. И если, например, делать из темных бусин украшений, вполне можно вставить и темные шарики. Я уже показывала вам такие. И золотистые. И вот светлого серебра. А это я купила цвета такого. Платины, по-моему, они называются. Но это как темное серебро. Такое они больше на нержавейку похожи. Я уже столкнулась с несколькими видео. Что девочки паяют там кулоны всякие. И все такое. Вот я купила себе медную проволоку. Ссылки будут, кому интересно. Просто искала. Вот нашла такую медную самоклеящуюся проволоку для кулонов. Вот такие зажимы. Не уверена, что они зажимы хорошие. Но вот так вот видите. Вот они вот так открываются. И вот так закрываются. Можно зажать что-то и куда-то их поставить. И держать. Два зажима из нержавейки. Купила флюс. Вот так он пришел. Видите, он жидкий. Такой немножко. У нас очень жарко. И купила вот эту оловянную проволоку для припоя миллиметр. Купила 50 грамм для пробы. Она тоненькая. Я не буду ее открывать тоже. Но миллиметр понятно. Да, она тоненькая. Вот она здесь есть. Вот такая вот. Видите. Буду пробовать делать кулоны. Но это будет не сейчас. У меня сейчас планы немножко другие. Потом у меня тут воспалился сустав. Я не очень могу делать что-то. Поэтому покажу вам там старые видео. Если не удастся новые снять, ну так уже и будет. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч. До новых распаковок. До новых интересных идей, украшений. Не забудьте подписаться на мой канал. Нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Написать комментарий. И поставить лайк, если вам нравится мой контент.